Вы смотрите программу Абсолютный слух. Программа Абсолютный слух знакомит вас с самыми яркими явлениями мировой музыкальной культуры. «Открыть неизвестные грани в известном», «Вновь обрести незаслуженно забытое», «Разгадать загадки, оставшиеся без ответа». В этом вам поможет программа Абсолютный слух. «Лицом к лицу лица не увидать», – так сказал Есенин в одном из своих стихотворений. И действительно, то, что находится близко, мы часто обходим своим вниманием. Москвичам часто не хватает времени сходить в Третьяковскую галерею или в Кремль. Но стоит оказаться в Петербурге, многие бегут в Эрмитаж или Русский музей. Так и наша программа. Мы довольно часто знакомим телезрителей с различными музыкальными театрами Европы, которые находятся совсем не близко. Сегодня же мы хотим пригласить вас в один из самых интересных театров мира – Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. И мне это особенно приятно, ведь когда-то я танцевал на его сцене. Многие думают, что именно два человека – Станиславский и Немировича Данченко – вместе и дружно создавали этот театр. Так же, как они когда-то создали Московский художественный театр. На самом деле сложился он из двух театров, потому что к 1926 году на карте Москвы появились два театра. Один из которых назывался «Оперный театр» под художественным руководством Саниславского и «Музыкальный театр» под художественным руководством Немировича Данченко. И работали именно на сцене «Альмаматор» Дмитровского театра. Так называлось тогда это сценическое пространство по имени улицы, на которой располагался этот дом и уже вырастающий театральный комплекс. Три раза в неделю спектакль давал «Оперный театр» Станиславского и три раза в неделю давал спектакль «Музыкальный театр» под руководством Немировича Данченко. И именно в недрах музыкального театра зародилась идея включить в работу музыкального театра балет. Немирович Данченко художественный балет под руководством Викторины Кригер приглядел и пригласил к сотрудничеству. Если театр Станиславского оставался монотеатром, только оперным, то музыкальный театр под руководством Немировича Данченко уже в конце 30-х годов являл собой театр оперы и балета. Что важно, несмотря на всю параллельность, собственно, занимались они одним делом, они возвращали в оперу действенность, актерство. Немирович Данченко это называл свою реформу, это воспитание поющего артиста, а Станиславский свою реформу в оперном театре называл воспитанием играющего певца. И, конечно, когда не стало Константина Сергеевича Станиславского, то для Немировича было очень важно сохранить то, что было уже создано. И он обратился с просьбой в правительство соединить эти два театра в один. Причем это была идея Немировича, чтобы имя Станиславского стояло первым. Его коллега великий ушел, и он отдавал дань. Указ уже о воссоединении театра и о создании театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Практически это событие произошло одновременно с началом Отечественной войны. И театр был единственным, который остался в Москве, не покинул, и продолжал работать все годы войны, несмотря на страшные события в октябре, паники, ощущения пороха в городе. И вот в буквальном смысле сюда приходили, потом на фронт и на оборону Москвы уходили. Немирович Данченко ушел из жизни в 1943-м, через пять лет после ухода Станиславского. На сцене театра продолжали жить их постановки Евгений Онегин и Севильский цирюльник, прекрасная Елена и Травиата, а основы, заложенные великими режиссерами, осветили путь для тех, кто продолжил их дело. Безупречное знание театра и глубокое проникновение в суть музыки позволяли пускаться в смелые эксперименты. Очень скоро эксперименты превращались в образцы классического искусства. Традиции в этом доме прежде всего иметь очень интересную личность в качестве главного режиссера. Здесь работал Леонид Баратов, сосланный из Большого. Мы его благодарим за «Войну и мир», впервые поставленную в Москве. Благодаря ему грандиозный был спектакль. Здесь работал патриарх русской, в том числе современный режиссур, экспериментальный Борис Покровский. Здесь работал Лев Михайлов, который составил славные страницы этого театра. Последние 20 лет во главе театра стоит Александр Цитель. Мы гордимся всеми, кто сотрудничал с театром, замечательными режиссерами. В этом же театре был великий проект. Это сотрудничество с комишей опер. И тогда, в советское время, мы получили на территорию музыкального театра великого Вальтера Фельдзештейна и Гарри Купфера, которые составили вершины немецкой режиссуры 20 века. Работа Фельдзештейна здесь, его постановка «Опера Кармен» – это грандиозный проект под протекторатом министра культуры Советского Союза Фурцевой. Ему были открыты все возможности. Любое приглашение не проходит бесследно. Любая встреча с приглашенными режиссером, дирижером, художником, она не может пройти для коллектива бесследно. Это, прежде всего, новая энергетика, это идея, это какой-то тренинг, который потом остается в профессиональной памяти. Вот это очень важно. На спектаклях театра выросло несколько поколений москвичей. И если зрители постарше сопереживали героем оперы Чайковского «Евгений Онегин», поставленный Станиславским в 1928 году, то маленьким театралам очень нравился балет «Доктор Айболит» в хореографии Николая Холфина. Артисты хорошо помнили заветы Станиславского. Для детей нужно играть так же хорошо, как для взрослых, только еще лучше. Особую роль в истории этого театра сыграет Владимир Павлович Бурмистер. У него была идея сделать эту балетную труппу значительной, сделать самостоятельной, не подражать репертуару Большого театра. Он на долгие годы станет главным, по-настоящему, не по должности, а по-настоящему главным балетмистром этого театра, который создал нам вот такой наш классический репертуар. В 1950 году вышла его замечательная «Эсмеральда». Затем в 1953 году, как взрыв бомбы, новая версия «Лебединого озера», которую, кстати, долго не разрешали, там вообще на самом высоком уровне решалось, может ли этот театр танцевать «Лебединое озеро». И когда в 1953 году состоялась премьера, здесь в буквальном смысле стояла конная милиция вокруг театра, потому что все хотели, несколько месяцев, все хотели увидеть как бы обновленную, по-другому увиденную версию Владимира Павловича Бурмистера. Она действительно более драматическая, там потрясающий сценарий внутри, до сих пор он производит сильные впечатления. Наверное, поэтому его, в общем, первым русским хореографом мы пригласили оставить «Лебединое озеро» в Гранд-упера. Это было знаковое событие. В общем, он был один из тех людей, который пробивал железный занавес. И, кстати, и балет театра Станиславского Миниверовича Денченко выехал тоже одной из первых в Париж. Вот всем известно, что Большой театр пробивал этот занавес гастролями в Кован-Гардене со знаменитой Галины Сергеевны Улановой, Ромео Джульеттой. А в том же 56-м в Париже балетные труппы театра Станиславского Миниверовича Денченко не встречали прямо у трапа самолета, прилетела на гастроли с Лебединым озером и с балетами Бурмистера. И этот театр работал на строительство более теплых отношений через культурные связи. Целую страницу составил, и очень серьезную, и очень интересную Дмитрий Брянцев, который трагически погиб. Его особенно одноактные балеты – это пример замечательной современной поэзии, потому что все привыкли к большому стилю, большого театра. И вдруг изумительные, с юмором или с какой-то потрясающей лирикой, миниатюры Брянцева. Он принимал участие в создании такого жанра, как телевизионный балет. И его фильм «Балет Галате», который был поставлен на Катю Максиму, это, я тоже помню, какое-то было огромное событие. Он ушел из жизни в тот момент, когда он начал работать над театральной версией балета фильма «Галатея». Это должно было стать его новой работой в театре. Художественному руководству театра удивительным образом удается сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи. Сохранять классическое наследие прошлого и искать абсолютно новые пути, как в опере, так и в балете. На репертуарной афише театра рядом стоят имена Чайковского и Слонимского, Верди и Гершвина, Минкуса и Золтана Кодой. С одной стороны, сохранять и ставить высокую классику, ну, так, например, мы обратились к каменному цветку Юрия Григоровича. Для нас это была высокая классика советского периода. Мы поставили Августа Бурнанвиле, да, это высокая классика. Так возникла Сильфида Пьера Лакота. Последняя, например, премьера такого классического названия – это Боя Дерко в версии великой русской балерины Натальи Макаровой. А вторая линия – это работа над современными композициями. Я помню, как непросто воспринимали Чайку Джона Ноймера. Вы знаете, мы считаем, что это как Чайка в МХТ когда-то, сто с лишним лет назад. Это правда. Для нас было началом нового пути. Мы учились по-другому воспринимать классический балет и как его можно раздвинуть в рамке этого языка, как наполнить его современным, очень острым, драматическим чувством. Но мне кажется, что сегодня уже мы создали ту публику, которая открылась к этим текстам, и им очень интересно. Здесь все время ставилось очень много неожиданных современных названий. И это началось вот в 20-е годы, в момент основания театра. Эта традиция тоже шла от основателей театра. Был и очень интересный период, когда театром руководил Евгений Колобов. Впервые на историческом пути театр возглавлял дирижер, который выстраивал такую мощную музыкальную концепцию. Да, не режиссерскую, которая всегда была, а музыкальную. Это тоже был интересный период, хотя он и закончился разводом дирижера с театром. Но вот после этого началась такая длинная, мне кажется, очень интересная история сотрудничества с Александром Детелем в качестве руководителя оперной труппы. Сегодня театр Станиславского и Немировича Данченко – один из центров культурной жизни. И это тоже своего рода традиция. Ведь здание, расположенное неподалеку от Кремля, принадлежало старинному аристократическому роду Салтыковых, среди которых были и генерал-губернаторы Москвы. Со временем к усадьбе был пристроен театральный зал. В нашем знаменитом историческом фойе были балы, которые мы знаем по роману «Войная и мир». Первый бал Наташи Ростовой. Здесь же в этом зале собирались русские замечательные промышленники – Бахрушин, Третьяковы, Собашниковы. И вместе с Леом Николаевичем Толстым обсуждали проблему отмены крепостного права. У нас есть уникальные какие-то фрагменты зданий. Боярские своды начала XVIII века, даже рубежа. И лестница, построенная в 1804 году. Значит, она помнит пожар, знаменитый при отступлении из Москвы. Реконструкция в театре последняя была в 1939 году. Поэтому родилась идея реконструкции. Был построен второй корпус, где студии оперные, балетные, оркестровые, хоровые. Наконец, коллективы обрели нормальные помещения. Огромные склады декораций и костюмов. И сегодня это современное хранение, современная система монтировки, спектаклей. Потом замечательный атриум был создан. Сначала мы очень жалели, это был московский дворик. Типичный, типичный московский дворик, сзади дома. Так строились дворянские усадьбы. И мы из реконструкции вышли с замечательным и неожиданным спектаклем. Так поступают все женщины, где, конечно, у публики был шок. Потому что она сидела, расстояние, которое отделяло от артистов, от оперных, было не более двух метров. И у самих артистов это была новая задача. Они не имели права сфальшивить ни в чем. Я думаю, что больше всего в этом театре всегда боялись покоя. А как только покой, сразу вникает такая пыль, немножко пудра, плохо помытые где-то там окошки. Я думаю, больше всего боялись всегда покоя. Потому что улица меняет свой ритм. Есть параллельные искусства, которые и на оперу тоже заставляют, и на балет взглянуть другими глазами. У этого театра есть свои рекорды. Онегин Станиславского шел почти 70 лет. Столько же с 1932 года шел севийский цирюльник замечательной постановки Константина Сергеевича Станиславского. Но в какой-то момент стало понятно, что эта эстетика все равно мы губим уже имя Станиславского, мы губим представление о нем. Потому что вперед ушли сценические технологии, вся образная система, в том числе цвет, фактуры, ткани. Знаете, все же движется. И тогда было принято тяжелое решение расстаться с этим памятником, который, кстати, неоднозначно публика воспринимала, она считала, что должен жить спектакль. Но в опере нельзя. В балете, да, балет тяготеет, как архитектурное построение тяготеет. И возможно сохранять тексты в определенных декорациях, в определенной структуре. Такова особенность искусства балета. В балете это возможно, в опере нет. Конечно, это театр, который всегда думал про людей. Всегда хочется сделать что-то, чтобы люди все-таки поняли. Это не означает, что мы хотим угождать публике. Но никогда эксперимент не сводился к подсчетчине публики. Я бы сказала так. Это важно. И главное, не суетиться под модой. Потому что мода явление проходящее, а важно значительное содержание той пьесы, которая выбирается. Или значительное содержание того режиссера, который приглашается в театр. Содержание не форма, а значительное содержание. И в этом смысле вот это и есть такая генетическая память об основателях. В искусстве всегда очень важно сказать свое собственное слово. Чем именно ты будешь отличаться от других. Иными словами, важно занять свою неповторимую нишу. Такой вопрос поставил перед собой и легендарный американский музыкант Глен Миллер. Он создал джазовый оркестр, звучание которого невозможно было спутать ни с каким другим. Будучи в зените своей славы, лидер джаз-бенда неожиданно пропал без вести. ОТЕН Глен Миллер Учился он неважно, ведь музыка отнимала слишком много времени. Глен даже не пришел на вручение аттестата. В этот день он играл на танцплощадке. Студенческая жизнь тоже не задалась. Из университета Колорадо Миллера отчислили, поскольку, организовав собственный оркестр и выступая на концертах, он провалил все экзамены. В возрасте 22 лет Миллер неплохо зарабатывал, играя на тромбоне в разных ансамблях. Когда Глена спрашивали, какое событие можно назвать поворотным пунктом в его жизни, он отвечал. Интерес, который проявил ко мне Бен Поллок, когда пригласил играть в своем оркестре и писать для него аранжировки. В этом же оркестре играл и прекрасный кларнетист Бенни Гудман. Они стали близкими друзьями и вместе сочинили свою первую композицию «Комната 14-11», которая была записана на пластинку и стала очень популярна. Глен много работал, делал аранжировки для джазовых оркестров и для Бродвея, выступал с прекрасными музыкантами-солистами, помогал друзьям в организации ансамблей. Мысль о создании собственного коллектива все больше не давала ему покоя. Правда, первый «Блин» был комом. Коллектив, созданный Миллером, не просуществовал и года. За советом он пришел к Бенни Гудману. У того карьера складывалась гораздо более удачно. Гудман рассказывал, «Глен в удрученном состоянии пришел ко мне и спросил, что ты делаешь, чтобы все работало, как этого добиться?» Я сказал, «Я не знаю, Глен, просто не бросай это дело». Впрочем, Миллер вскоре сам ответил на свой вопрос. Он не должен никому подражать. Его оркестр, оркестр Глена Миллера, должен отличаться своим особым неповторимым звучанием. Его оркестр слушатели должны узнавать уже с первых звуков. «Я вовсе не хочу быть королем свинга», – говорил он. «Гораздо больше я хочу, чтобы мой оркестр стал одним из самых лучших». Для этого надо было, во-первых, пригласить превосходных музыкантов, а во-вторых, много работать. Барабанщик оркестра и биограф Миллера Джордж Саймон вспоминал, при всей своей строгой внешности школьного учителя Глен был человеком с огромным воображением и художественным чувством. Более того, он был исключительным руководителем. Принимал решения легко, быстро и рационально. Он никогда не был излишне самоуверенным. В начале своей карьеры он чувствовал себя чрезвычайно неудобно, когда оказывался на сцене перед оркестром, поскольку полагал, что люди хотят видеть на его месте обаятельного, эффектного парня. Но он не мог подделываться и вести себя соответственно вкусом публики. Уникальное звучание оркестра было найдено во многом благодаря игре саксофониста Уилл Боро Шварца, который стал играть на кларнете. Глен восклицал. Пятый саксофонист, большую часть времени играющий на кларнете, сразу дает понять, какой оркестр вы слушаете. Оркестр Глена Миллера стал очень знаменит благодаря выгодному ангажементу. Музыканты выступали в модном клубе, откуда велись радиотрансляции. А вскоре оркестру предложили рекламировать сигареты, что, как оказалось, очень способствовало популярности самого оркестра. Гонорары коллектива были по тем временам баснословны. 20 тысяч долларов в неделю. В отличие от Дюка Эллингтона, который поощрял творческую свободу своих музыкантов, Глен Миллер был очень педантичен. Никаких импровизаций он не допускал, а от оркестрантов требовал железной дисциплины. «Мы по тысяче раз повторяли каждый такт», – рассказывали музыканты. О разговорах на репетициях или опозданиях не могло быть и речи. А тщательность касалась и внешнего вида. Мужиканты не имели права выйти на сцену без платка в нагрудном кармане, а цвет платка непременно должен был соответствовать цвету носков. В 1938 году Миллер подписал контракт с крупнейшей фирмой звукозаписи. За три с половиной года оркестр записал на пластинке более двухсот композиций. В 1941 году оркестр Глена Миллера впервые появился на киноэкранах. Он снялся в фильме «Серенада солнечной долины». Очень скоро оказалось, что музыкальные фрагменты из фильма намного превзошли популярности, собственно, сам фильм. Оркестровые интермедии «Серенады» зазвучали по всему миру, в том числе и в Советском Союзе. Музыку к фильму сочинил композитор Гарри Уоррен, и лишь одна композиция принадлежала Глену Миллеру – «Серенада лунного света». Еще не утихли восторги зрителей от фильма «Серенада солнечной долины», как на экраны в 1942 году вышла легкая комедия «Жены оркестрантов» с участием оркестра, ставшего легендой. Оба фильма были сняты в самый разгар Второй мировой войны. От участия в съемках нового фильма Глен Миллер отказался. На самом пике своего успеха он вдруг принял решение уйти на фронт. Ему было уже 38. Призывной возраст давно прошел, и в ряды американской армии его зачислить не могли. После повторного прошения он был направлен в военно-воздушные силы. Последний концерт оркестра Гленна Миллера состоялся 27 сентября 1942 года. А еще через год, в 43-м, новый армейский оркестр военно-воздушных сил под управлением капитана Гленна Миллера выступал на военных базах союзников и играл на радио BBC. Джаз, блюз и военный марш переплелись воедино, создав совсем новый стиль. Летом 44-го оркестранты находились в Лондоне. Бомба разрушила дом на Слоун-стрит, где остановились музыканты. Лишь чудо спасло их от гибели. За день до этого Миллер добился перевода оркестра в город Бетфорд. Война близилась к концу. 15 декабря 1944 года офицер, бенд-лидер Миллер, вылетел в Париж. В зале Олимпия планировался рождественский концерт оркестра. Этому концерту не суждено гуна состояться. Самолет во Францию не прилетел. Остатки самолета, так же, как и тела погибших, обнаружены не были. Загадочная гибель великого артиста породила множество самых невероятных слухов. В самом конце 20-го века возникла версия, основанная на убедительных свидетельствах. Самолет с Гленом Миллером летел в тумане слишком близко к воде и был случайно сбит самолетом британских ВВС. Истина покоится на дне пролива Ла-Манш. Этот композитор прошел 70 лет. 35 в 19 веке и столько же в 20 веке. Ученик римского Корсакова в юности он успел подружиться с Бородиным, а в зрелости невольно ввести в творческий кризис молодого Рахманинова. При этом он открыл путь в музыку для Шостаковича. Родившись в царской России, он стал обладателем советского паспорта и почетного звания народный артист республики. Но дни свои закончил в эмиграции в Париже. Наш сюжет об Александре Константиновиче Глазунове. Александр Глазунов вошел в русскую музыкальную жизнь стремительно и ярко. Обладая уникальным дарованием, он начал сочинять, когда ему было 11 лет. А частные занятия с римским Корсаковым заменили ему консерваторский курс по всем музыкальным дисциплинам. 29 марта 1882 года основатель могучей кучки Мили Валакирев продирижировал премьерой первой симфонии Глазунова. Юному композитору было всего 16 лет. И петербургская музыкальная общественность сразу же возложила на молодое дарование большие надежды. В тот же вечер судьба приготовила Глазунову еще один подарок. Быть может даже более важный, чем аплодисменты и тысячи похвал. В зале оказался богатый промышленник и любитель искусств Митрофан Беляев. Симфония потрясла его, а увлеченность партитурами Глазунова принесла огромную пользу всей русской музыке. Беляев принял решение основать институт поддержки русских композиторов, который включал в себя мощное музыкальное издательство и концертное агентство. Конечно же, первыми нотами вышедшими в Беляевском издательстве были опусы Глазунова. Его же сочинениями в течение 30 лет открывались учрежденные Беляевым русские симфонические концерты. Беляев позаботился и о том, чтобы о русском композиторе узнали в Европе. Он организовал поездку Глазунову в Германию. Здесь была исполнена его первая симфония, заслужившая высокую оценку самого Фернса Листа. Глазунов прославился не только как композитор, но и как обладатель тонко развитого абсолютного слуха и феноменальной памяти. Ему достаточно было всего раз услышать овертюру князю Игорю и третью симфонию Бородина в авторском исполнении на фортепиано, и он запомнил их так точно, что после смерти своего великого друга сумел восстановить его партитуры по памяти. Эта музыка и по сей день исполняется в том виде, в котором сохранил ее для нас Глазунов. Возродив к жизни сочинение Бородина, Глазунов едва ли не стал невольным виновником творческой смерти молодого Рахманинова. В 1897 году он так неудачно исполнил с оркестром первую симфонию молодого московского композитора, что нанес дебютанту страшный удар. Почти три года Рахманинов находился в состоянии депрессии, а вернуться к сочинению музыки ему помогли лишь сеансы психотерапии. После той роковой премьеры Рахманинов писал, «Я удивляюсь, как такой высоко талантливый человек, как Глазунов, может так плохо дирижировать. Я не говорю уже о дирижерской технике, я говорю о его музыкальности. Он ничего не чувствует, когда дирижирует. Он как будто ничего не понимает. Что произошло в тот вечер и почему Глазунов не оправдал надежду Рахманинова, навсегда останется загадкой истории. Ведь к молодым дарованиям Александр Константинович всегда относился бережно и заботливо». Глазунов стал профессором, а затем директором Петербургской консерватории и провел в ее стенах 30 лет. Он основал оперную студию и студенческий оркестр, ходил на все экзамены и лично составлял характеристики на каждого студента. В голодные годы он кормил их обедами, покупал им теплые шапки и подыскивал нуждающимся жильем. А однажды ему даже пришлось обойти закон. Благодаря стараниям Глазунова и вопреки указу о черте оседлости, в 1910 году в консерватории начал учиться 9-летний скрипач еврейского происхождения Яша Хейфиц. Его педагогу, профессору Леопольду Ауэру, Глазунов посвятил свой скрипичный концерт. Несмотря на огромную административную нагрузку, Глазунов продолжал сочинять музыку. Симфонические и камерные сочинения, а в области балета он стал главным наследником традиции Чайковского. В соавторстве с великим Мариусом Петипа он создал три балета. Раймонда, барышня-служанка и времена года. Первый из них, написанный на сюжет средневековой легенды о рыцаре Жане Дебриени и его невесте Раймонде, стал не только самым знаменитым сочинением Глазунова, но и одной из основ русского балета. Коллизии революционных лет Глазунова словно не коснулись. Он не только не был свергнут со своего поста как наследие царизма, но наоборот достиг еще большего признания. Подружившись с наркомом просвещения Анатолием Луначадским, он делал все, чтобы сохранить статус Петербургской консерватории. Глазунов был одним из первых, кого молодая страна удостоила почетного звания Народного артиста республики. Кроме него это звание получили Шаляпин и Собин. Гораздо сложнее складывались отношения Глазунова с творчеством молодых композиторов. Нарастающая разница в возрасте вступала в диссонанс с новыми веяниями. Было время, когда музыки юного Глазунова, директор Московской консерватории Сафонов, отзывался к каламбурам. Глазунов, уху дик. Теперь же среди начинающих композиторов то и дело звучала язвительная шутка. Глазунов, уху стар. Поговаривали, что ее автором стал студент Сергей Прокофьев. Собственно, Глазунов был уже не слишком нов и глазу. Своего возраста, как и неприязнь к новой музыке, он не скрывал. Сочинения Прокофьева ему, как правило, не нравились. При этом он всегда с готовностью помогал начинающим композиторам. Именно Глазунов открыл путь в профессию для 13-летнего Дмитрия Шостаковича, которого мама привела к нему на консультацию. Глазунов распорядился принять мальчика в консерваторию, несмотря на его слишком юный возраст. А в годы после революционной разрухи он, чтобы помочь Шостаковичу, отправился к Максиму Горькову. Нужен паек, начал Глазунов. Он композитор, принес мне свои опусы. Нравится, спросил Горький. Отвратительно. Это первая музыка, которую я не слышу, читая партитуру. Мне не нравится, но дело не в этом. Время принадлежит этому мальчику, а не мне. Мне не нравится, но это и будет музыка. В 1928 году Глазунов покинул Ленинград и выехал в Вену для участия в жюри конкурса. Композиторы соревновались в создании завершения неоконченной симфонии Шуберта. В этой поездке Глазунов принял решение на родину не возвращаться. Была ли эта эмиграция спланированной, неизвестно. Он никогда не проклинал ни советскую власть, ни новые тенденции в музыке, а на вопрос, почему медлит с возвращением, отвечал, что нездоров и хочет подлечиться. Он много выступал как дирижер в Европе и в США, с большим успехом исполняя сочинения русских классиков и свои собственные. Впрочем, теперь его новые сочинения появляются все реже и реже, а на болезни он жалуется все чаще. Лето 1930 года Глазунов провел в Швейцарии. Он писал, что я музыкант прежних убеждений, а молодое поколение, зараженное всеотрицанием и впитавшее в себя потуги и дерзость модернистов, вряд ли отнесется сочувственно к моему направлению, которого я менять не могу. Здесь я пришелся не по вкусу. Настроение мое скверное, и мне не здоровится. Оказавшись в Париже, русский классик Глазунов решил освоить необычный для классической музыки инструмент – саксофон. Он написал целый концерт для саксофона с оркестром, начав тем самым историю нового жанра. Но история жизни самого Глазунова уже подходила к концу. От предложения возглавить русскую консерваторию в Париже он отказался. Обладатель советского паспорта Глазунов не желал, чтобы за границей его называли русским шпионом, а в СССР – предателем, продавшимся врагам. В 1936 году, после нескольких лет борьбы с многочисленными недугами, Александр Константинович Глазунов ушел в мир иной. Лишь спустя 36 лет его останки были возвращены на родину и захоронены в Александро-Невской лавре. Сегодняшним слушателям музыка Глазунова не кажется ни дикой, ни старой. Она стала классикой русского симфонизма и ждет исполнителей, способных почувствовать и передать слушателям ее спокойную и величественную красоту. К сожалению, сегодня совсем не осталось времени на наши традиционные кадры хроники без комментариев. Жаль, но приходится прощаться. С вами был Геннадий Янин. До встречи через неделю. С вами был Геннадий Янин.